Всем доброго дня, денечка! Друзья мои, рада приветствовать вас на канале Цветуля у Юли. Зовут меня Юлия, живу я в Архангельской области. Выращиваю рассаду цветочков для себя и на реализацию. Не в промышленном количестве, а ну так вот, несколько тысяч. Сегодня я хочу вам показать распаковку посылки. Хочется отметить в первую очередь, что посылка, видите, пришла в утепленном боксе. То есть это вот такие пенопластовые коробочки. Я впервые, кстати, заказываю здесь. Раньше я заказывала вегетке НН неукорененный черенок. Затем мне присылала улья на черенки через нее. Я уже делала заказ, да. Но смотрю, что девчонки заказывают, в принципе, вроде бы как. Все более-менее достойно. Ну и, соответственно, мне тоже хочется попробовать. Почему раскрываю здесь на улице? Потому что бывает такое. При распаковке летит живность. И поэтому мне, знаете, не хочется, чтобы живность полетела. Так, что у меня здесь. Все растения идут в таких вот пластиковых боксах. Видите, здесь прорезаны отверстия. То есть они прям не совсем в вакууме. И еще между этими боксами проложена влажная газета. Проложена. Так, ячейки, они все пронумерованы. Есть какие-то череночки даже с цветочками. Так, 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 так. Это у меня, насколько я понимаю, здесь петуния. Вижу по уже черенкам. Так, а здесь пеларгония вижу. Я заказывала плющелесную пеларгонию, королевскую пеларгонию. Вижу королевскую, вижу плющелесную. Так. Мне сейчас главное самое, вот я хочу здесь открыть, да, чтобы все улетело-вылетело. А потом пойду домой. И уже там начну заниматься непосредственно с разборкой растений, потому что они все пронумерованы. И чтобы мне сорта, конечно же, не потерять. Так, как это тут раскрывается-то дело? А, оно все на степлере тут. Вот. Получается все. Я уже заранее подписала этикетки, чтобы приготовила чистые стаканчики. Давайте сейчас с вами посмотрим. Угу. Слушайте, ну вот если я раскрываю первый бокс, да, корневая система идеальная, я хочу сказать. Черенок тоже большой такой. Ну и здесь все такие, видите, корневая система вся хорошая. Здесь вот этот черенок, конечно, сверху подгнил. Надо все это почистить, обрезать сразу же. Я уже знаю, как я буду работать. Но об этом я сделаю отдельное видео. В смысле, как, чем я имею в виду. Так, мне главное сейчас это вот и в ячейках не потерять. Так, и давайте здесь с этой стороны посмотрим. Здесь тоже самое. Корневая хорошая. Сверху бутончики подвядшие. Надо будет их тоже и почистить растенец, и бутончики все удалить. Так, я закрываю этот бокс. Сейчас посмотрим корневую у пеларгонии. Мне это тоже очень интересно. Будет ли там что-то, да? Самое-то главное это же вот это. Верешки хорошо, когда зелененькие, но корешки тоже нужно не растрясти, ведь еще главное самое, да? Так, здесь как? А, здесь у меня еще был заказан плющ. Несколько видов. Вот сколько было, я столько и заказала. К сожалению, здесь вот один черенок, он так как-то, видите, перевернулся, поломался. А вот эти вот хорошенькие, видите? Все, в принципе, неплохо. И один черенок у меня Акалифа, что ли, или что-то такое вот. Какая-то тоже вот травка декоративная. Ну, тоже хорошие корешочки, и вершок тоже есть. То есть, единственное, вот минус одно растение. Я даже не знаю, что это на плющ. Как будто и не похоже. То есть, тут, видите, какой-то совсем зачаток чего-то. Ну, и обломанной веточки главное дело нет. Так, сейчас посмотрим во втором. Второй половинке. Аккуратненько. Ой, я сама-то прям боюсь это все. Слушайте, ну, я хочу сказать, что прям я рада за корневую-то систему. Мне нравится. Вот это тоже еще один плющик. Вот. И ячейка, главное, большая такая. То есть, видно, что зачеренкована кассетным способом. И ячейка крупная. Бывает иногда совсем прям, знаете... А тут вот, пожалуйста, пиларгонька. Да. Так, это у меня плющелистная пиларгонька. Очень аккуратно. Тоже корешочки есть. Есть за что побороться. Это вот здесь единственный маленький корешок. А вот здесь у этой вообще хорошие корешки. И даже вон какой цветонос сюда положили, чтобы убедиться в сортности. Здесь мне тоже нравится. Но минус один вот черенок, как вы видели. Детий. Вскрываем вот. Так. Ага. Тут, значит, с одной стороны... Вот так вот аккуратненько. С одной стороны калибрашка. Калибрашка, конечно, корешки хорошие, а вершки совсем-совсем неважные. Очень-очень они, конечно, как сказать-то, маленькие. И питания, видимо, нет. Надо их, конечно, кормить, кормить и еще раз кормить. А корешки есть. Корешки есть у того, у другого и у третьего. Вот. Но видно, что растения не хватает питания. Видите, маленькие сильно они. Здесь даже что-то такое приросло. Но корешочки есть. Так, и здесь тоже плющелистная пеларгония. И вот она королевская. Ну, тоже, посмотрите, хорошая корневая система. Вот. Так, вот на пеларгонии главное, знаете, это белокрылку. Я боюсь очень ее занести в дом. Листики сейчас все просмотрю. Ну, на мой взгляд, здесь все спокойно. Все хорошо. Так, даже вот давайте достанем, посмотрим. Ну, вообще, конечно, мне нравится. Корневая хорошая. Хорошая. И я не вижу даже никакого гниения. Только немножко вот надо будет почистить здесь, да. И рост, прирост хороший есть, молоденький. Так, этот бокс тоже мне нрав. Вскрываем. Теперь второй бокс. Здесь должна быть одна питунья. Ну, и немножко, возможно, калибраху. Потому что, конечно, упор у меня идет на вегетативную питунью. У меня очень мало сортов. Я хотела сделать вегетки НН, да. Опять же, то же самое, не укор заказ. Но я посмотрела, у него там все то же самое. Новых сортов нет. А мне, конечно же, хочется новинки. Хочется красоты, яркости. Так, проложено, видите, влажной бумажкой. Все газетой. Ну, видимо, чтобы не подсохло, не засохло. Ой, я здесь уже вижу красоту. Слушайте, какая красота. Что вот цветочки с бутончиками. Это хорошо можно посмотреть сортность. Здесь все питунька. И здесь тоже все на бутончиках. Так, ну давайте все-таки вскроем, да. Вот так. Посмотрим, значит. Корневая даже здесь беленькая такая вся. Но череночки надо полечить. Да, надо полечить однозначно. Они такие немножко сложненькие. Есть, которые зелененькие, живенькие. Вот, например, да, хорошенькие. А есть такие. А это, я думаю, что, наверное, бьютикал петхуа. Вот, мне кажется, у петхуа такие вот листочки. Зачастую бывают. Вот. А здесь это главное. Мусенька, ты мне помогаешь, солнце мое? Да, ты ж моя кисенька, да, помогает тоже. Проверяет. Давай-ка, ну-ка, проверь-ка, тут как? Тут все? А, все ли тут хорошо, Муся? Так, и следующую смотрим в сторону. Вот здесь единственное у меня. Ну, корешок есть. Я даже боюсь немножко доставать, чтобы не потревожить. Но здесь вот такой слабенький черенок. Вижу, там много такой гниения. Это почистить и реанимировать. Конечно же, это, наверное, калибрашка какая-нибудь. Либо литтл туния. Слишком маленький. Бывает такое, видите, вот это, наверное, литтл туния. Подгнивает. Да, она, скорее всего, возможно, и пропадет. Вот, а тут прям такой большой вообще здоровенный кустишка. Так, ну вот, следующий бокс тоже вижу. Посмотрите, все, 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 все. Ну, не все, 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 а большинство с цветочками кустики. Так, раскроем, посмотрим. Есть тоже некоторые такие прям совсем хрупкие растения, которые надо будет почистить. Ведь главное, это корневая шейка, чтобы она не загнила и не заболела. Вот, да, но корешки есть. Корешки хорошие, вершки, с вершками надо поработать. Здесь, смотрим, вот, Sky сорта серии. Это, я так вижу, что с Андрея, с Сангрия, наверное, капелла. Это вот очень питая, да, питая сурфиния очень мне хотелось. В общем, здесь корешки есть, работаем с вершками. Работаем с вершками, да. Следующий бокс. Тоже очень много бутонов здесь. Аккуратненько. Следующий раскрываю аккуратненько. Так, это калибрахуа, вижу, по листочку. Да, разная всякая калибрашечка. Ну, слушайте, ну тоже корневая, конечно, вот надо отдать должное, что корневая у всех прям вообще. Она тут просто переросший цветочек. В смысле, переросшая корневая, а вершки-то, ну, вот они слабые. Вегетативные, конечно, очень слабые. Слабые, слабые больные. Поэтому здесь нужно полечить, конечно, все. В общем, в общем, полечить и обработать. Полечить и обработать. А корневая вся прям сумасшедшая, я бы сказала, переросшая. Здесь вот этот вот хорошенький черенок. Вот растет и вершок, ой, корешок и вершок. Но опять бывают сорта такие, которые не очень быстро развиваются, да, не очень хорошо. Так, следующий. Мне главное, чтобы я тут не перепутала ничего. Так, и здесь смотрим, тоже питунька. Ну, в общем, здесь тоже, смотрите, корневая хорошая, да. И с зеленой массой надо работать, чистить и работать. Вот. По бутончикам можно определить сортность. Вот какая красота. Что значит поработать, спросите вы, Юля, что значит надо поработать. А значит, что нужно, да, почистить и обрабатывать. От болезней, в первую очередь, конечно же. Конечно же, в первую очередь мы идем сейчас с фунгицидом. И, естественно, что инсекто-акарицидом. Вот. Обязательно, обязательно фунгицид. То есть это против гниения, против болезни, да. Так, здесь у нас с этой стороны вот два сортика положено. Какой крупный, красивящий цветочек. Что-то из светлых тонов, хорошенькие череночки. Вот, то есть, повторюсь, да. Фунгицидами это у нас против заболеваний. И инсекто-акарициды против вредителей, чтобы, мало ли, если здесь есть что-то, что поедает растение, надо, конечно же, это все убрать. Ну, корневая вообще просто везде на ура. С череночками надо поработать, конечно. Потому что здесь вот немножко там даже, чуть-чуть уже заплесневение немножко. Немножечко. Это питая. Я, по-моему, два их, что ли, заказывала. Так. Вот, я про это вам говорила, да. То есть все вот это то, что подгнившее, желтое, подозрительное. Все больные листочки, которые вот повреждены. Все-все сейчас маникюрными ножничками аккуратно. Обстригаем, да. Все зачищаем. Расправляем все корешки. По возможности убираем вот эту все старую весь грунт. Сажаем в новый грунт. Повторюсь, да. Расправляем корешочки. Проливаем фунгицид и инсекто-акарицид. И по листу то же самое. Опрыскиваем, делаем обязательно болтушку. Все вместе. Фунгицид и инсекто-акарицид. Обязательно. Ну, что же, в принципе, я могу сказать, да. Название интернет-магазина – это Агровиола. Впервые я там делаю заказ. Почему боялась вообще говорить название? Да потому что, знаете, даже в Телеграме я вот уже сказала клич девчонкам, что вот жду заказ, нетерпением уже хочется-хочется. И, конечно, комментарии сразу же пошли в минус. То есть кто-то сказал, что у кого-то трипс появился, у кого-то болезни там, да. То есть кто-то начал говорить о том, что плохие черенки пришли. Но я ссылалась на Марину, да, с канала «Сурские зори». Я ее очень давно смотрю. И Марина постоянно также делает распаковки и очень давно работает с Агровиолой. То есть я думаю, что если бы было так все как бы плачевно и грустно, наверное, бы человек не заказывал там, да. Я рискнула, сделала вот такой большой себе заказ. Посмотрела, как она работает с черенками, чем она работает. Я, исходя из этого, тоже заказала себе профпрепараты. То есть у меня есть сейчас профпрепараты, у меня есть стеллажи-лампы. Поэтому сейчас главное вот все зависит от этих рук. То есть чтобы растения, повторюсь, поработать с ними, в нужное русло их направить, вывести в хороший и здоровый черенок, его переукоренить, а это можно ликвидировать. Все. То есть это материал для моей будущей коллекции вегетативных цветочков. Поэтому я как бы, ну, знаете, просто вот вам сделала распаковку. Боялась, честно боюсь, боялась, потому что у меня были и плачевные распаковки, и хорошие распаковки. Здесь для меня это был вообще крупный вопрос. Поэтому вот у меня пришла вот такая посылка. Какая пришла, такую я вам и показала. Мне понравилось. Корешки хорошие, а вершки, я думаю, мы восстановим. Ну, по крайней мере, слава богу, что в минус коробка не приехала. То есть корневая, я думаю, не успела слишком переохладиться. Сейчас на улице плюс 5, плюс вот эта теплая упаковочка. Так что пойду сейчас в дом и буду уже работать с черенками. На этом буду заканчивать видео. Такое вот оно было для вас, да, обзорное, познавательное. Еще раз повторюсь, я и не рекомендую, и не отговариваю ни в коем случае. Это мой выбор, я его сделала и вам показала. Спасибо вам огромное за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч и до новых видео. Пока-пока.